26 ноября. Еще нет. Восьми утра. Пасмурно. Не успела. Не успела освести. Так, вот они наши. Вот они наши. Вот они наши бегунки. Бегут. Бегут, бегут, бегут. Ну здравствуй, 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 здравствуй. это собачка вот она она пытается как бы сказать надо мной взять верх вот они все просят вот у мамка желтенькая это дочка это это папка вот так вот это вот хвостиками лет она так виляет потом начинает то тебя заигрывать покусывать проверять погалкивать эти проверять насколько ты тут это поддашься поддашься вот я так все это все это сносил нормально но она начинает покусывать меня за штаны кусь 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 за штаны уже и так довольно таки ощутимо пришлось слегка на лапку наступить чтобы дать понять что я тут все таки что-то такое значу манка на мамочка на перехват далее иду на перехват это мне осталось прежнего еще ловят только так о покушали молодцы покушали да все все покушали смотрят астаханское наблюдение я в свое время накупил телевизора в каждой комнате стоит по телевизору в основном смотрим один внизу в обойденном зале остальные по спальням так изредка просматриваться ну вот играет он там фоном что-то рассказывает какие-то вещи где-то что-то раздражает тебя а в астрахани 14 по 17 в номере был телевизор можно было смотреть но как-то было не до него все время на природе все время на ветрах астраханских и вот я приехал домой почувствовал что очень хорошо отдохну от этого телевизор от этих новостей которые будоражат нас волнует нашу энергетику и ведут к разбалансу в конце концов здоровье и психики вот периодическое исключение средств массовой информации жизни даже в этом планшете там планшет не смотрел ничего не смотрел то есть и жидко заглядывал там что-то по телефону какие самоски все прекрасно какое-то совсем иное чувство отдыха от вот этой всей информационного пространство которым наш кормят так что советую иногда отвлекаться от него очень хорошие такие ощущения о важности мыслительного процесса вот смотрите конце концов начнем так чтобы было нагляднее тело состоит из молекул молекулы там имеют вес там имеют структуру их можно как-то взвесить молекулярный вес тем более далее молекулы составляют а атомы и атомы можно взвесить атомарный вес там есть то есть они тоже свою структуру имеют ну вот а атомы составляет уже энергия и на эту энергию дальше теперь что влияет влияет мыслительный процесс то есть зависимости от того какое у человека настроение энергетика влияет на вот на качество атомов то есть они могут быть более стабильные менее стабильные в целом от энергетика то самая тонкая структура которая задает тон формирование нашего уже будем говорить всего организма от тонких тел до физически и и получается если человек как-то мыслить ну а все мы мыслим по разному то он и структуры своей будет тонких тел и даже атомарную структуру он какую-то делает ее ну будем говорить вялую рыхлую менее жизнеспособную нежели тот человек который мыслит иначе и вот тут мы подходим к тому а что ж влияет на состояние как наших тонких тел а так будем говорить и атомов составляющих физическое тело то есть если вообще посмотреть при большом увеличении мы собой представляем такую туманную субстанцию несколько звущённую а при все более большим таком увеличении она будет выговорить вот иметь иметь как бы вид тумана и вот в зависимости от мыслительного процесса он будет более какой-то такой плотный либо менее плотный но и естественно процессы движение энергии в нем циркуляторные процессы все это будет тоже совсем по-иному сложено опять подходим а что ж влияет и вот я так примерно представлял что естественно какие-то ну будем ли это даже вот эти эмоции означающие волновать это явно уже человек закричал там от горя от радости от страха все это в волнение пошло ясно и понятно потом какое-то успокоение и вроде пришло в норму но вот как раз смотря вот этот удивительный сериал ситой рама где выдаются многие философские истины выдаются врачебные даже тайны выдаются жизненные вещи откуда так сказать растут ноги это очень интересно я как бы сказать созрел для восприятия вот этого вот эта информация то есть для большинства на просто просто какой-то индийский сериал который со своими песнями плясками начинает это начинает утомлять ну так вот там сказано интересно такая фраза что в глубине как бы сказать любого расстройства естественно здоровье лежат лежат неудовлетворение и страхи которые мы глубоко спрятали свою психику и бум говорит они там потихонечку тлеет и человек в течение всей своей жизни он ждет что с ним что-то будет неприятное понимаете вот это вот неприятное оно помимо того что вашу энергию потребляет эта информация неприятное оно подобно вот опухоли которая тлеет которая захватывает ваши жизненные структуры потихоньку не спеша которая лишает вас возможностей потенциала который у вас есть и вы можете им воспользоваться и вот эти страхи опасения вот они находясь в нашем сознании ведут будем говорить как засланные шпионы диверсанты разрушительные действия меняя даже судьбу и вот это очень хорошо было показано в этом сериале ситая рама на царе а именно было следующее этот царь охотился и гнался за оленем вот он стрелял с лука стрелял с лука мимо мимо потом значит олень куда-то там запрятался возле речки и у царя возникла мысль раджа у них раджа царь это раджа что я сейчас выстрелю на звук где сейчас будет звук я туда выстрелю мол в лесу только олень кто может быть раздался шорох он с лука тогда как и крик он подбежал и видит стрела угодила в грудь молодого человека грудь молодого человека а неподалеку была такая интересная коромысла с двумя корзинами оказывается этот молодой человек нес своих престарелых слепых родителей на какой-то богоморье естественно он их нес побежал им набрать водички ну и угодил под стрелу царь этот услышал ну что там сынок что там случилось так и так вот это я случайно убил вашего сына то есть тут бы как бы сказать вот у человека есть какая-то черта характера который вот знаете вот ну заставляет его там преследовать на охоте так убежал и убежал ну и ладно следующий раз там что-нибудь там это нет вот надо вот преследовать до победного там то есть вот это черта характера да движущая сила понимаете начинается с черти характера а далее что далее что далее что и там родители естественно его ему пожелали что он говорит вот когда будут у тебя дети сыновья и ты узнаешь что такое потерять сына и вот очень интересно понимаете я сам вот за своей судьбой смотрю смотрю за судьбой других людей как у них что там слаживается вот эти вы знаете такие как бы сказать пружинки которые ну вроде бы не должны были привести к чему-то серьезному а получается такое и вот родились дети родились дети вот долго их не было но все-таки я бы как человек который вот за этим оленем гонится вот на гоню так точно и тут вот хочу детей и все любил способами так одна жена мальчика не дала наследника он берет другую не дала он берет третью не дала и потом только дочка которая родилась в виде страдания отца делает обряд с одним там мудрецом и становится его женой на то что родились наследники то есть потеря дочери приводит к тому что как бы сказать за ее счет рождаются сыновья все родился Рама и он безумно от своих сыновей особенно от Рамы первенца ну и тут как бы сказать царская доля там где-то надо сражаться его вот жена которая стала любимой это третья где-то жена последняя она такая была воительница была воительница она была возничим на его колеснице и в разгар боя она там два раза спасла ему жизнь и он пообещал что два раза исполню твои какие-то желания любые два это было еще давно до рождения там сыновей и вот у этой жены когда уже сыновья там выросли а Рама не ее сын наускала служанка а служанка и самое интересное это как бы подведено что служанка это наш ум который служит нам но он может взять вверх то есть служанка наускала так эту третью жену что вот если Рама станет царем ты там будешь в прислужницах ты там будешь никто и так далее то есть наускала как это и та тогда говорит царю он раз два желания я хочу первое чтобы мой сын был царем унаследовал твой стрел а второе чтобы вообще Рама не претендовал отправил его на 14 лет в изгнание пускай там в лесах пошабается и и за это время как раз его народ забудет и это такой срок в течение которого претендующий на престол лишается его вот и этот царь был вынужден смотрите собственными руками он отнял выстрелив из лука отнял жизнь двух престарелых богомольцев сына их и тут он должен был своими собственными руками своего любимого сына от себя удалить то есть вот как она его достала через столько лет эта вот вещь интересная вот так точно и в жизни бывает как нибудь я может расскажу со своей собственной практики как это было у меня люди меня втянули в аферу причем вся эта афера была построена на моем имени они не не могли бы привлечь ни инвесторов ни людей ни производителей все это было на моем имени вот и как это потом для них развернулось как это больно стало понимаете понимаете то что было так сказать ну как саму самую разумеющейся да бизнес такой а потом это окна у нас вот такой вот болью понимаете так так сказать вот подсекли их вот судьба как бы сказать ну так она подсекает что ты даже ты не думаешь что такое может быть и вообще этой ситуации не было она еще и и не зарождалась она прогноз был там где-то ну вот такие интересные дела ну это как нет расскажу и вот этот сериал ситая рама возможно он там где-то сделан наивно что-то там пропущено что-то там гипертрофировано это музыка песни не совсем для нашего менталитета но тем не менее там вот так или иначе разыгрываются самые различные серии причем показывается что все это происходит в уме человека в уме человека происходит и приводит закономерно к тем или иным результатам очень такая вещь просто она вот так как будем говорить психическая жизнь человека его мысли эмоции устремления настроения все эти они уже будем говорить вернее так человек сформировался давным-давно много тысяч лет назад он уже был человеком но вот его мыслительный аппарат он до сих пор до сих пор находится на тех же стадиях идет вот эта вот работа работа индивидуально строго индивидуально каждого в этой жизни сталкивают с последствиями действий его прежних жизней так или иначе он даже не знает а тут только назвал хупачки вот оно а он думает ай-яя-я-я-я-я-я-я-я-я-я так как же это так да за что же это я так просто про себя думаю знал бы я за что это так давно бы понял что тут Господня любовь Любовь высших сил Тебе просто Как бы сказать Дает Дает 25 сотый Тысячный шанс Чтобы ты исправился А ты летишь В ту же Ситуацию В которой наработал Орех Понимаете Ну такие вот вещи Ну вот не знаю Как вам объяснить Информация Информации рознь Да есть там Информация Разного уровня Разного плана И вот почувствовать интерес И важность Совершенно иной информации А которые уже знали Древние То же самое примерно В Библии Испытывался там Когда там Сына Сказал ему Зарежать Он взял И собрался Зарезать сына И тут Испытал его Господь сказал Не надо Вот овен Овен Принеси его В жертву Сына Он не надо То есть Насколько ты готов Следовать Насколько ты Тверд внутри Насколько ты Умен и предан И все это Естественно Сказывается На Твоем здоровье В внешнем виде И в конце концов Благосостоянии И судьбе Тех людей Которые тебя окружают Вот ходит Мужчина С собачкой Мы с ним Здороваемся Сначала Проходили Мимо Друг друга Но я то его Не знал Он то меня Знал Потом я стал Здороваться Так как Часто Видимся Тоже Есть Какая-то Связь Связь Которая Которая Вот она Такая Вот жизнь Интересна Ждет Вашего Самосознания Чтоб вы Поняли Кто вы Такие Есть Мы Совершенно Иначе Жили Изменились Смотрю Статистику Сколько Просмотров Какие Видео Смотрятся Наиболее Популярные На моем Канале Это Про машины 10 лет Про джипа 10 лет Про седана Ну и Более Такая Денежная Тема Приносит Каналу Больше всего Дохода Вот тут Просто Такие Конечно Мысли Что Есть Темы Которые Рекламодатели Оплачивают Естественно Их тут Раскручивают Все Кому не лень Важны Они Не важны Они Например Открываю Там Гугл Я на гугле Смотрю Ситая рама Вот И там В ленте Какая-то Какая-то Сначала Я ротика Идет Там Девчонки Так И сяк С Возьмливыми Рожами И Формами Там Все это Идет На первом Месте Ну а потом Там Что-то Так Мелькает Там Допустим Вот я Про керосин Там Что-то Там Рассказал Про то Про все И Вот Одна Из важных Тем Это На что Именно Влиять Ну На клеточном Уровне С чего Строится Здоровье Это Наличие В организме Углекислоты Какова Концентрация Значит Дальше Это все Ведет К тому Что Что в здоровье Будет Вернее Клетка Будет Работать Так Или Иначе То есть Она Будет Работать Как Мощный Здоровый Комбинат Или Чадить Как Какая-то Как Какая-то Полуразрушенная Коптильня Вот Эту Информацию Очень Мало Восприняли Вообще Это все Пропускается Вообще С наличием Поисковиков Ключевых Слов Что Значит Вот Вы попадаете Туда Конкретно Там Попустим Но В моих Виде Есть Конечно И конкретно Там Я Ключевые Слова Вставляю Но Много И не Конкретно Но Тем не менее Важного Полезного Если Мой Канал Так Сохранится Там Его Архивах А то Смотрится В основном Только Что-то То Что Я Последнее Добавляю А то Что Там Было Оно Уже И не Просматривается Вот Вы Найдете Много Интересного Материала Не Просто Интересного А Важного Жизненно Важного Для Себя Поэтому Как-то Не хочу Сказать Что Были Более Активные Три Километра Пошел Чтоб Вы Там Звонили В колокольчики Ставили Понравилось Так Назваемые Лайки Ну Короче А чтоб Как-то Определились Что Вы Ищите Что Вам Надо Что Искать Надо Может Вы Даже Скажете Что Вам Надо Помимо Лечения Геморроя Простуды Гипертонии И Прочего Что Вам Надо Вот Когда Я помню Читал Лекции Так Сказать Вот На тему Здорового Образа Жизни Все Это Особо Не Слушалось А Начинались Конкретные Вопросы А вот У меня Вот Это А у меня То И Как бы Сказать Вот Эта Информация Которая Которая Выравнивает Работу Всего Организма Это Работа С Дыханием В первую Очередь А еще Более Важно Это С Сознанием Уже Сознание Заволновалось Следом За ним Волнуется Дыхание Вымоется Углекислота Клетка Ферменты В клетке Которые Активны При определенной Концентрации Углекислоты Становятся Менее Активны Наступает Будем Так Выражимся Неполное Горение Сгорания Этих Веществ Наводняется Пространство Вокруг Клеток Околоклеточное Пространство Разного Рода Недоваренным Непереваренным Необработанным Так сказать Веществом Которые Мы называем Зашлаковкой Внутренних Средств И Начинаются Разного Рода Проблемы То Пальчик Заболел То Кольнуло Там То Еще Что-то Там Такое Опять Лает Хочет Тут У меня Вверх Взять Я Так Мирно 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 А потом А потом Она начинает Покусывать Меня Сзади Ну так вот Вместо того Чтобы Выровнять Прогиб Внутренней Среды О котором Так много Говорил Виталий Каравая Человек Ищет Рецептик Или Таблеточку Чтоб Это Не болело Не болело Двадцать Сколько Там Двенадцать Часов А то Что Она Потом Опять Будет Болеть Двенадцать Часов Это Не волнует Я Выпью Еще Одну Таблеточку Съем Еще Один Рецептик Да 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 Вот Она Молода Что Значит И Опять У меня Двенадцать Часов Не будет А потом Через Полгода Год Или более Такой Жизни Опачки Что-то Серьезное Происойдет А то И летальный Исход Я Еще раз Расскажу Про Всеми Нам Знакомого Майкла Джексона В интернете Есть ролик Можете Его Посмотреть Он Снимался В рекламе Пепсиколы И Во время Съемок Этого Ролика Он Еще Был Негром У него Была Большая Шевелюра Вспыхнул Волос На голове Кадры Он Бегит Объятый Пламенем Голова Жуть И Вот Эта Жуть Так Подействовала Перетрухнула Его Тонкие Тела Эти Эмоции Страх Что У него Возникли Белые Пятна Эта Болезнь Называется Витилиго Просто Нету Пигмента Вот Он Обратился К врачам Они Ему Так Сяк Лечить Они Не знают Как это Но зато Знаете Они говорят Ну у нас Вот есть Средство Которое Вообще Обесцвечивает Кожу Ты будешь Белым Представляете Ты будешь Белым Негр Ставшим Белым Это же Это же Вообще Такого Не было Ну Он По простоте Своей Душевной И согласился Ну Думал Что сейчас Его Только Раз Обелили И все С помощью Каких-то Средств И он Так Пошел Даже Знаете Волос Когда Перекюс Водорода Обработает Да Он Беленький А Со временем Он Отрастает И опять Становится Там Какой У нас Был Черный Рыжий И так Далее Опять Надо Так Вот Это Вот Все Чтобы Кожа Не вернулась К своему Состоянию Где Она Будет Черной А где Значит Она Будет Без Пигмента Белая Надо Постоянно Есть Таблетки И Вот Это Все Весь Этот Процесс Прием Лекарств Длился Лет Там Тридцать Наверное И Перелег К тому Что В одно Прекрасное Время Майкл Джексон Просто Умер Несмотря На то Что Вел Здоровый Образ Жизни Как Вам Такое То есть К разного Рода Информации Вот Надо Как-то Относиться С Пониманием С Аналитикой И Учиться Применять Ее Для Себя Поэтому Заканчивая Вот Эту Беседу Учите Смотреть В корень Проблемы Откуда Она Растет Где Ее Зерно Как Она Дает Свой Корешочек Росточек И Куда Это Ведет И Что Можно Только Листики Обрывать Что Нам Рекомендуют Современные Эсквуапы То есть Медицина По Снятию Симптомов Болит Вот Тебе Не Болит Все Здоров Заболела На Опять Ага Болит Постоянно Значит Принимай Вот Так Это Не Помогает Принимай То А Осложнение Против Них Вот Это Ага Это Все Но Извини Дружок Извини Дружок Ты Выработал Свой Мотор Ресурс Хорошечная Хорошечная Вот Она Зима Вот Он Снег Еще Один Кружочек Да И Хорош Как Раз Я Часок Походил Это Будет Хорош Хорошечная Еще Интересная Вещь Это То Что Вот Вроде Бы Истина Там Одна Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Но Преломляясь В каждом Сознании Человеческом Она Приобретает Свои Оттенки Свой Какой-то Окрас Который Делает Ее Чуть ли Не Противоположной Тому Какая Она Есть И Мнение У людей На один И тот же Вопрос Ну Можно Сказать Бывает Прямо Противоположный Прямо И Повлиять На это Мнение Практически Невозможно Пока Это Мнение Не Разовьется Не Пройдет Так сказать Стадию Своего Роста Оформления Плодоношения И Выкинет Тот Или Иной Плод От Которого Человеку Если Он Правильно Мыслил Будет Хорошечно А Если Неправильно Он Мыслил Будет Противоположно То Есть Так Идет Учеба Что Такое Хорошо Что Такое Плохо И В конце Концов Меняется В Сознании Некие Так Сказать Истины И Начинают Их Рассматривать В том Свете В Котором Они Преподносятся Которым Они Нужны Для Жизни Ну А Ну а Пока А Пока Вот Кстати Кстати Сейчас Такое Время Вообще Посмотреть На улицы Городов Раньше Раньше Такого Мусора При советах Не Было Сейчас 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 Все Заводено В каких-то Свалках Вау 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 Она Вот Видите Нападает Ага Видите На ножку Видели Немножко Наступил Так Слеген Саша Вот Молодцы 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 Чтобы она Понимала Что Кто здесь Старше То есть Процесс обучение Вот так вот Все-таки идет что народ увлекся зарабатыванием средств он некоторые уже их не могут освоить но все равно булгарит складирует на всякий пожарный а остальные как-то помалкивает пока помалкивает и думаю что современная там медицина наука там все сейчас сейчас тут она это решит человек примерно до 40 более-менее здоров более 2 ему как бы сказать не за здоровья и он вот это вот цепляется за достижение научно-технического процесса вот это да вот это вот то есть все то что опять-таки построена таким образом чтобы отвлечь его внимание и на этом еще и подзаработать а потом когда начинаются истинные проблемы кто сформировано мнение что их решают специалисты которые оказываются на самом деле не совсем специалистами ну это уже так сказать наболевшие я тут рассказываю об этих вещах о которых большинство знает и так сказать зачем их толдычить еще разок я даже не знаю как эту тему значит иной мягко окончить то есть раньше вот человек заболел сидели там близкие потом можно было позвать сиделку потом сиделку заменили кучу аппаратуры все это работает отслеживает пульс дыхания и за всю эту аппаратуру ты лежишь она работает следи за тобой надо оплачивать то есть одно дело ты лежишь сам болеешь то и так сказать оплаты за это место где-то там ты лежишь болеешь второе это родственники там сидят с тобой вот тратя свое время далее с помощью денег ты нанимаешь сиделку который по большому счету она просто так зарабатывать деньги и наконец-таки сиделку заменили аппаратурой вот которую надо оплатить и таким образом содержание койка то место в больнице вырастает хорошую такую сумму что можно так сказать офигеть и не встать добрая здоровьица вот ребята ведут что-то там бормочут хотят стать наверно мастерами спорта хотят хорошо получать хотят 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 то есть вот они все это хотение ну я это уже не хотение а сохранение того что я на хотел когда был таким как они кстати помимо лунного цикла вы уже заметили я выставил я еще написал по календарю народных примет свой календарь вот сейчас как раз по радио опять таки объявляет что вот сегодня лепили пельмени с тем что этот день и она златоуста читали там книги что там еще дело то есть действовали в соответствии с народным поверьем и приметами которые в эти сутки бывает наша жизнь тоже изменилась даже природные явления изменились но что-то такое общее можно найти для для себя использовать вот такая беседа времени 62 минуты пора заканчивать много наговорил не знаю все ли это выложу то есть обычно бывает что на говоришь много потом послушаешь и думаешь а надо ли эту выкладывать кому-то интересно кому-то дайте мне рецептик дайте мне таблеточку а лучше денежек